Россия с 1 января 2019 года подняла ставку НДС до 20%. Все, конечно, прекрасно понимают, гонка вооружений, война в Сирии – это дорогие игры, требующие напряжения всего народа. Однако власти Казахстана не спешат поднимать НДС, оставляя ее на уровне 12%. Всего лишь 12%. Этим, кстати, и объясняется, что бензин в Казахстане дешевле, чем в России, на 10-15 рублей в среднем за литр. И не только бензин, и все остальное дешевле – и продукты, и одежда, и прочие товары народного потребления. Так как и Россия, и Казахстан работают в едином экономическом пространстве, в режиме открытых границ, в режиме общих таможенных правил, такая разница в процентах по НДС непременно даст о себе знать. В первую очередь это касается бизнеса. Бизнес постарается перенести свое производство на территорию Казахстана, ну или хотя бы поменять юридическую прописку, чтобы платить меньше налог. И когда этот процесс примет массовый характер, то Москва неизбежно потребует у Назарбаева поднять НДС в Казахстане до 20%. В противном случае Москва начнет терять деньги из-за того, что весь бизнес начнет переезжать в Казахстан и платить налоги не Москве, а Астане. Как только Казахстан подымет НДС до 20%, казахстанцы почувствуют все прелести военного положения и начнут оплачивать уже из своего кармана военные игры Кремля. Пока же мы можем наблюдать, что уже с 1 января 2019 года, как только в России подняли НДС до 20%, Россия начинает планомерно закрывать границу казахстанским товаром на свой российский рынок. Постоянно в новостях мелькают новости о том, что продукты питания производства Казахстана, молочная продукция, животноводческая, яйца и так далее, не имеют каких-то фитосанитарных сертификатов. Хотя по соглашению Еврозес фитосанитарные сертификаты обоих сторон, и российские, и казахстанские, должны признаваться таможенными службами обоих стран. Под надуманными предлогами казахстанскому производителю не дают реализовывать свой товар в данный момент на российском рынке, потому что ввиду низкого НДС, который составляет в Казахстане всего 12% против 20% России, казахстанский производитель сейчас имеет конкурентное преимущество, а именно более низкую себестоимость товара. Насколько долго будет продолжаться это таможенное противостояние двух экономических союзников, никому не известно. Но понятно одно, что на казахстанскую сторону сейчас оказывается нешуточное давление со стороны Кремля, чтобы они привели свою налоговую нагрузку к российским стандартам. И я думаю, что скоро Москва продавит свою точку зрения, и НДС в Казахстане, несомненно, поднимут до российского уровня, то есть до 20%. И казахстанцы, как и россияне, будут оплачивать уже из своего кармана военные игрища Москвы.